16 том книги открытым оком, вопрос номер 3082, тема община. А если к вам приедет человек из другого города, а там он ходил в храм РПЦЗ, то как вы его примете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Проверим по паспорту, если он вызовет подозрение, сразу не примем. Если есть у него жена, это способствовать будет, и тем более если с детьми. Но стоять он будет только соглашенными, пока не получит из той общины грамоту документ, что он не на отлучении. После этого он должен подтвердить, что крещен полным погружением. Если не крещен, а мочен, то принят не будет. Придется в письменном виде подавать заявление на крещение. Если же крещен по канонам Вселенской Церкви, то пишет заявление на прием в общину по образцу. Заявление о крещении. Я такой-то, такой-то, уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, принимая Его как моего спасителя, добровольно желаю принять святое крещение во оставление грехов и быть членом Святой Православной Церкви. Прошу внести меня в число оглашаемых, готовящихся к окрещению. Обещаюсь исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви и все, чему научаюсь на подготовительных занятиях, согласно Слову Божию и правил Святых Соборов и Святых Отцов Церкви, и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. Мой возраст, адрес, дата, подпись, поручители каждого из двух, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, дата, подпись. Заявление для крещеных о принятии в общину Настоятелю Крестово-Зижинской общины города Барнаула от фамилии, имя, имя, отчество, прошу принять меня в общину. Я верю в Господа Иисуса Христа, как в моего спасителя. Уверовал время, место, через кого и через чью проповедь, что послужило обращению ко Христу, в каком возрасте подробно. Принял святое крещение, время, место, кем крещен. В полное тайкратное погружение. Обещаю исполнять святые евангельские заповеди и посты православной церкви и все, чему научаюсь на библейских курсах нашей общины согласно Слову Божию, правил святых соборов и святых отцов церкви, и бесспорно соблюдать все правила церковной дисциплины в 16 пунктах и подчиняться всем решениям нашей церкви общины беспрекословно. Дата, подпись, возраст, адрес, телефон. Поручители, свидетели моего крещения, не менее двух их адреса, телефон, возраст. К нам приехали из Москвы и несколько месяцев ушло у них на подтверждение своего членства в Москве. Были ли правильно крещены? Вот как человек этот пишет. Кавычки открываются. Чтобы полнее и правильнее показать свой путь к Богу, мне нужно начать с одного поворотного события в моей жизни. Это сейчас понятно, что на все Божья воля и во всем его промысел. Но тогда было одно только сознание того, что я добьюсь истины где-то в Москве, в высших инстанциях, но истина оказалась гораздо выше тех моих понятий и совсем в другой плоскости. В декабре 1987 года, будучи уволенным из экспедиции на полуострове Ямал, за критику руководства я был вынужден обжаловать увольнение в суде и преследование в прокуратуре. Я понимал, что ввиду коррупции мой вопрос в первых инстанциях решен быть не мог. Дождавшись отписки из прокуратуры РСФСР в конце 1988 года, я приехал в Москву и обратился за помощью в свободные профсоюзы. Председателем Центрального комитета свободных профсоюзов был Владимир Александрович Клебанов, освобожденный из заключения в 1987 году по Горбачевскому указу. Он был посажен за организацию в СССР свободных профсоюзов и находился в тюрьме более 9 лет. У Клебанова были хорошие отношения с Огородниковым Александром Ио Ильевичем, председателем Христианско-демократического союза ХДС, который также незаконно отсидел 11 лет за свою христианскую деятельность. Огородников приглашал нас, профсоюзников, на конференции ХДС, первая из которых с моим присутствием была весной 1989 года. В то время я не признавал существование Бога, запрещал крестить Сына, и верующие для меня были, что называется, со сдвигом. И вот на конференции выходит очередной докладчик, поп в подряснике с крестом и заявляет, что он доктор физико-математических наук, руководил отделом в научном институте, в отделе было более 100 человек, занимались разработками в области теории общего поля, и в результате наших учислений мы пришли к заключению, что миром управляет разумное существо, то есть тот, кого называют Бог. Все стали ходить в церковь, некоторые ушли в монахи. Здесь надо пояснить, что после службы на Северном флоте я остался на Севере и устроился работать в Мурманский траловый флот. В рейсах я от корки до корки читал журналы «Знания», «Сила», «Наука и жизнь» и другие. Особенно меня интересовали статьи в области физики микро- и макромира, поэтому физики для меня были авторитетнейшими людьми. А тут на конференции вдруг доктор, кандидат, второй, третий, и все в один голос «Бог, Бог, Бог». Спустя год снова конференция и снова то же самое. Все это время я перебивался случайными заработками, временной работой без записи в трудовую книжку. Работал дворником, загружал вагоны, торговал демократическими и патриотическими газетами в подземных переходах и метро. Во время торговли часто рядом продавали христианскую литературу и газеты. На мой вопрос «А сам-то веришь в Бога?» Ответ «Конечно. А кем работаешь, учитель?» Вот тяна учителя в Бога верит. Все это не укладывалось в мои понятия, но информации скопилось много. Произошел еще случай. 1 мая 90-го года решили мы с товарищем пройти с демонстрацией по Красной площади. Приехал я к нему, у него оказалась бутылка вина. Мы выпили и поехали на Белорусский вокзал пристать к какой-нибудь колонне. На привокзальной площади я сразу увидел монаха с изображением распятого Христа на шесте. Это была картина в рост в масштабе один к одному, вырезанная по контуру и наклеенная на фанеру. Он был один, а нести далеко. Я тут же подошел и предложил свою помощь подменить его и дать мне пронести какой-то участок, пока он отдохнет. Он, конечно, отказался, но я сказал, что буду рядом. Когда колонна пошла, мы пошли вдвоем и оказалось, что за ними с небольшим интервалом идет колонна зеленоградцев во главе со следователями Тельманом, Хариновичем, Гудляном и Николаем Ивановым. И получилось нечто вроде крестного хода, но при входе на Красную площадь нас с распятием пропустили. А зеленоградцев отсекла милиция. Колонны на площади остановились и через некоторое время кто-то далеко от нас начал скандировать «Долой!». За несколько секунд вся площадь подхватила «Долой, долой!». Горбачев постоял, хлопнул рукой по плите мавзолея и ушел со своей свитой. Этого монаха звали Гермоген, как он потом представился журналистом. А мне пока мы шли, он сказал одну фразу, указывая на распятие. «Ты верующий, тебе он даст здоровье, а верующему он поможет в жизни». Насчет здоровья неверующему сомнительно, но тогда меня заинтересовала вторая часть его фразы. Она перекликалась с выступлениями докладчиков на конференциях ХДС. «Миром управляет разумное существо». Позднее с монахом Гермогеном мы встретились случайно, на все воля Божия, у Огородникова, и снова он меня удивил. Глядя на Александра, он сказал «Вот, одиннадцать лет отсидел за веру во Христа». И столько зависти было в его глазах, что мне тогда показалось, дай ему волю, он бы всю свою жизнь сидел за Христа и радовался. Я ему указал на Клебанова и рассказал, что он отсидел пять лет. Потом пять лет нигде не принимал ни работу, пять лет нигде не принимали на работу, и второй раз отсидел девять с половиной лет, и все за свободные профсоюзы. Но, на мой взгляд, впечатление это на него не произвело. И вот в октябре девяностого года мой московский друг Виктор Григорьевич Литовкин, православный христианин, предложил пойти с ним в церковь. Без предварительных разговоров и пояснений, но я встретил тогда его предложение как долгожданное, с какой-то радостью. Храм, куда мы пришли, находится возле станции метро «Рижская». Из службы я, конечно, ничего не понял, но одна мысль возникла четко, и позднее стала основой моих дальнейших действий. Я думал, что вот здесь века, и все неизменно. И если есть в жизни какая-то правда, то это здесь. Я не знал тогда фразы Христа «Я есть путь и истина и жизнь». Но я понял, что церковь не оставлю. Возникла необходимость вникать в церковную жизнь. Кое-что прочитать дал Виктор, а через несколько дней при выходе из метро наткнулся на бесплатную раздачу новых заветов. Взял, и с того момента новый завет стал моей карманной книгой. Читая в метро, либо еще где, я всегда старался держать книгу так, чтобы окружающие видели, что именно я читаю. Позднее Виктор рассказал мне о зарубежной церкви, о декларации митрополита Сергия, и предложил перейти в РПЦЗ. Сначала мы ездили на службу в село Подольском. Потом сделали храм в квартире на улице Моросейки, возле Старой площади, куда мы ходили вплоть до отъезда из Москвы. В 1992 году меня умерла мать. Панихиду служил отец Александр Моисеев. После панихиды он поехал со мной на вокзал и помог купить билет, а в течение дня не разрешил при нем курить. В тот же день у меня возникло отвращение к сигаретам, и я бросил курить совсем, хотя курить начал еще до военной службы. В 1994 году мы с Леной решили вернуться на Алтай. Настоятель нашего храма, отец Олег Орешкин, при прощании сказал, ну, Лапкин вам там даст. А вот где искать этого Лапкина, он не знал. В Барнауле вскоре по приезду неожиданно для себя я остановился у киоска и купил газету, в которой оказался адрес и телефон Лапкина Игнатия Тихоновича. Здесь надо пояснить, что после знакомства с материалами Кузьмича я перестал читать газеты, считая их средствами массовой дезинформации, но благодаря этой чудесной покупке мы и пришли в Крестовзвиженскую общину. Принятые в общине правила относительно одежды, тишины и так далее были нами признаны полезными и приняты, ибо они дисциплинируют и строгость в церкви уместно. К вопросу объединения РПЦЗ с МП отношусь отрицательно. Условия гонения РПЦЗ привели к сохранению в приходах церкви большей общности, чем в патриархии, что является необходимым условием существования церкви Христовой. Проходной двор в раме – это не церковь. В одном разговоре в Москве мне сказали, что у зарубежников одна претензия – имущественная, то есть храмы и все остальное должно принадлежать им. При распространении такой клеветы диалог об объединении становится весьма проблематичным, видимо, Московской Патриархии больше нечего сказать. Попрание правил святых апостолов и вселенских соборов привели к тому, что священник стал оракулом для мирянина слова батюшки – истина в последней инстанции. Отмена десятины привела к созданию прейскуранта цен на требы, да и много разных вопросов, показывающих преждевременность объединения. Нужно помнить, что вопрос об объединении был поднят президентом Путиным, но, на мой взгляд, выглядит как задание, о целях которого нужно говорить. В целом, правильнее общины, чем у нас, я не видел, а остальное при желании излечимо. Сиротин Владимир Константинович, Новоалтайск, 8-232-88-138 Книга пророка Исаия, 53-я глава, 6-й стих Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Книга Иезекииля, 44-я глава, 10-й стих Равные левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Послание к римлянам, 10-я глава, 18-й стих Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Что необычное находится во мне, чем интересен путь мой некороткий, в чем оказался чуточку умней, чем был вчерашний иногда и сводкой. Обязан этим Библии, воскресшему Христу, перерождению не возрасту, не воле, а первому в Евангелии листу и незабвенному хозяину застолья. Мои суждения, хотя я не политик, интересуют лидеров движений, как многие, не то избравшие в Липлии, подверглись осмеянию и сожжению. Но Дух Святой в стихах и главах книги, единственной от Бога и Еговы, дает авторитет ответом, словно в нимбе ударом слова был утес расколот. Где строгость с нисхождением в обнимку, а где и битва с вызовом открытым. Из Библии тот опыт вылился в молитву, вот почему не доверяю бритым. Во свете Библии не воспрекословьте, и ей, одной лишь ей довериться спешите. Эквилибристы все на искажение ловки, как бы лох цепляют, походя ошибки. Но Библия, но Божье толкование, Феофилакта чудное творение, готова ныне подружиться с вами, на завтра не найдейтесь, но цените время. Кто с Библией и в старости тот свеж, он сочен, плодовит плодами неба, и среди сверстников, среди толпы невежд, для алчущих такой с котомкой хлеба. Кто с Библией, тот личность и в толпе. Слова пропитаны не здешним ароматом. Он не позволит сам себе толстеть, на ближнего с любовью будет тратить. 4 апреля 2006 года. Игнатий Лапкин.